Сегодня мы с вами в очередной раз встречаемся, и повод для этого, на мой взгляд, прекрасный, потому что выход каждой книги – это как рождение нового человека, и поэтому пол действительно хороший. В России демография улучшается, и я надеюсь, что и количество книг, которые будут выходить в Россию, они, так сказать, будут выходить такими же хорошими и прекрасными, какие рождаются наши дети. Ну а что касается моего вклада писательского в этот книжно-демографический процесс, то я вношу максимальную лепту. И сегодня я как раз хотел представить вашему вниманию книгу «Геополитика. Как это делается». Она вышла совсем недавно, и я получил буквально несколько ваших читательских откликов, поэтому очень прошу, по мере того, как вы ознакомитесь с книгой, потратить какое-то время и прислать мне вашу, как можно, более подробную рецензию. Потому что для меня очень важно, я сейчас в процессе мысли о том, какую книгу в дальнейшем сесть писать, и поэтому ваши читательские наказы с удовольствием постараюсь воплотить в жизнь. Теперь несколько слов о том, что из себя представляет книга «Геополитика. Как это делается». Ну, я уже говорил об этом не раз. Говорил, когда садился писать эту книгу. Сейчас могу повторить еще раз, потому что мне кажется, что тот замысел, который у меня был, мне удалось его воплотить. Я старался написать книгу, где рассказал бы о принципах геополитики как науки на конкретных примерах из нашей истории, из нашего настоящего, и, не побоюсь этого сказать, из нашего будущего. Потому что, хотим ли мы с вами действовать по канонам геополитики или не хотим, знаем ли мы их или не знаем, наши геополитические противники их прекрасно знают и действуют в соответствии с этими принципами. А принципы эти очень простые, одновременно очень циничные и жестокие. Противника, то есть цивилизацию суши, каковой мы с вами являемся согласно геополитическим канонам, нужно дробить, оттеснять вглубь континента, отрезать от береговой линии и не давать нигде выхода к морю. Собственно говоря, это, так сказать, геополитические постулаты, которые следуют наши противники. Если же сказать все еще более простым, еще более человеческим языком, то сама геополитика является, по сути, сборником неких правил, которыми должен руководствоваться государственный деятель для того, чтобы выигрывать конкурентную борьбу с другими государствами. То есть это не что иное, как простая, циничная борьба за природные ресурсы, за человеческие ресурсы, за доминирование. Ну вот в человеческой истории, к сожалению, ничего другого до сих пор не было. И у нас, к сожалению, опять же, нет оснований считать, что с какого-то года ближайшего что-то произойдет в человеческой истории такое, что она пойдет совершенно по другому пути. И межгосударственное соперничество, межгосударственное, межцивилизационное, я бы даже сказал, столкновение, которое мы постоянно наблюдаем в истории, наблюдаем в нашем настоящем, оно прекратится и наступит в золотой век человечества. Ничего этого, к сожалению, нет. Поэтому я думаю, что поскольку вне зависимости нашего желания эта борьба геополитическая будет продолжаться, то с точки зрения здравого смысла самосохранения нашего народа и нашего государства, мы должны хорошенечко эти правила изучить, чтобы не только по ним играть, но еще по ним и обыгрывать. В истории нашей есть много примеров, когда мы, казалось бы, с совершенно проигрышных позиций начинали борьбу и выигрывали. В данном случае я имею в виду не только наш хоккей, который родился значительно позднее, чем хоккей канадский, но, как известно, мы очень хорошо умеем канадцам начистить все, что на льду чистят, и в прямом, и в переносном смысле. Когда-то, если вы помните, канадские профессионалы отличались тем, что они замечательно дрались, а наши были такие ребята, ну, поспокойней. Только прошли годы наши, потренировались в НХЛ, и теперь мы деремся ничуть не хуже, чем канадцы. Но при этом исключительно в драку тоже не уходим, умеем еще и голы забивать. То есть освоили все, так сказать, хоккейно-геополитические приемы, которые обеспечивают победу. Я надеюсь, что на грядущей Олимпиаде в Сочи мы весь этот арсенал средств от наших эгистов увидим. Поэтому не только в спорте мы начинали более поздно играть в какие-то игры, но и в геополитике так было. Советский Союз начал заниматься, собственно говоря, сначала восстановлением экономики, а потом восстановлением военной мощи, а потом восстановлением разведки. Значительно позже, чем западные государства, которые фактически в Первой мировой войне, ну, за исключением Германии, не были так сильно разрушены и уничтожены. К 45-му году мы их переиграли на европейском континенте, к 45-му, 49-му году мы их переиграли в Азии, когда в Китае победили наши, ну, как сказать, протеже геополитические, коммунисты во главе с Мао Зе Дуну. Так что история учит, мы побеждать умеем. Нам только нужен очень хороший тренер. Вот это тоже нас учит история. Наше государство процветает, когда во главе нашей страны стоит умный, тонкий политик, который умеет играть и выигрывать. И, к сожалению, очень печальные результаты мы с вами видим, когда во главе нашей страны становится либо предатель, либо идиот. Было и такое. Даже когда просто, скажем так, хороший человек встает во главе нашей страны, замечательный, любящий свою семью, абсолютно моральный, высоко моральный человек, но, к сожалению, если он не знает принципов геополитики, то результатом этого может стать революция 1917 года, крушение нашей государственности и большая кровь, которую мы потом в разных вариантах должны были потратить, для того, чтобы восстановить те позиции, которые мы потеряли в 1917 году. Одним словом, в какую сторону не двинься, знание правил геополитики для нас с вами совершенно необходимо. И поэтому я постарался написать книгу, в которой, надеюсь, у меня это получилось, изложил эти геополитические правила наиболее возможным, наиболее доступным языком для абсолютно простого рядового читателя, который никогда геополитикой не интересовался, не знаком с терминами, которые есть. Вообще терминов я остался минимум употреблять, то есть вот вводная глава, ну, все-таки необходимо какие-то, какой-то минимум в нее было вложить, я постарался это сделать. Что же касается дальнейшего изучения геополитики, то я предлагаю вам, во-первых, обратить внимание на те ссылки, их достаточно много в книге, там есть, вы можете найти те книги, которые достойны того, чтобы вы их изучили, это первое. Второе, есть прекрасные учебники геополитики, я повторял и буду повторять, в частности, учебник, написанный Александром Георгиевичем Дугиным, геополитика. Вот тот, кто хочет углубиться в изучение этой дисциплины, пожалуйста, надеюсь, интерес у вас к этому появится. Помимо книги геополитики «Как это делается», я хотел буквально еще несколько слов сказать, прежде чем передать слово вам. на свет появилась серия книг под названием «Николай Стариков рекомендует прочитать», в котором я предлагаю книги, которые, мне кажется, будут для вас интересны и полезны. Эти книги отбираю я вместе с издательством «Питер», но все-таки в данном случае, конечно же, выпускать книгу или нет, слово за мной, потому что я обязательно должен все это прочитать и знать, для того, чтобы понимать, насколько это уникальная и интересная информация. То есть, я надеюсь, что качество книг в этой серии вы почувствуете, оно будет устраивать любого самого взыскательного читателя. На сегодняшний день вышло три книги. Это книга «Сборник речи Сталина. Так говорил Сталин», который составил я в качестве составителя. Прочитав, конечно же, не все, но, наверное, львиную долю того, что написал Иосиф Иосиф Иосифович. Вторая книга посвящена гражданской войне, в нее вошли две повести, написанные, так сказать, с белой, если так можно сказать, стороны, но, тем не менее, очень пронзительные и дающие нам понимание того, какую трагедию из себя представляет гражданская война. И не только в смысле ее течения, когда брат идет на брата, кровь идет, русские люди убивают друг друга, а в смысле трагедии русского человека, который вовлечен в гражданскую войну, волей-неволей может встать на путь борьбы с Россией. Потому что один из авторов вот этой книги, это командир Дроздовской дивизии Туркул, он был искренним патриотом России, участвовал в гражданской войне, как я уже сказал, был последним командиром Дроздовской дивизии, а потом снюхался с немцами, и на этом его борьба против собственной Родины не закончилась. После войны он снюхался уже с американцами, то есть прошел все стадии борьбы, когда, борясь за ту Россию, которую я абсолютно убежден, но искренне любил, он стал бороться уже против России. Мне кажется, это трагедия в квадрате гражданской войны, когда патриот оказывается вовлечен в борьбу против своей Родины, и это происходит совершенно незаметно. И, наконец, третья книга в этой серии, это вообще из другой сферы, наверное, больше к экономике имеет отношение, это книга одного из американских сенаторов, Рона Пола, называется «Покончить с ФРС». Она рассказывает о Федеральной резервной системе и все, что связано с этой организацией. Я тоже думаю, что это будет интересно, потому что те, кто не соглашается с очевидным для меня, и, надеюсь, для вас, уважаемые читатели, тезисом, потому что Центральный банк России не подчиняется правительству России, является таким независимым институтом, могут прочитать американскую точку зрения на то, что из себя представляет Федеральная резервная система, и, что называется, сверить часы. В случае, если вы поддержите такое начинание, как выпуск данной серии, я думаю, что интересные книги мы в этой серии вместе с «Сыздастом Питером» дальше будем продолжать выпускать. Поэтому я, пользуясь случаем, обращаюсь ко всем, прошу вас присылать, что называется, читательские заявки, делиться идеями, какие книги вы хотели бы видеть выпущенными в этой серии. Единственное, что я вас прошу, исходить из реалий книжного бизнеса, то есть книги должны выпускаться абсолютно с соблюдением законодательства авторского, а это значит, что надо иметь возможность найти автора, найти права, если прошло меньше 70 лет с момента выхода книги в печать. Если уже прошло больше 70 лет, то по нашему авторскому праву мы можем издавать уже книгу, потому что когда авторское право теряется. Ну, вот такие вот законы. Так что буду признателен и благодарен вам за какие-то идеи, какие книги нужно выпускать. Ну, единственное, конечно, хотелось бы, чтобы те книги, о которых вы говорите, они были интересными, достаточно редкими, не издавались, может быть, в самое последнее время, потому что в противном случае, если они уже присутствуют где-то, то, наверное, авторские права принадлежат либо другому издательству. Ну, в общем, здесь есть уже смысл задумываться, надо ли эту книгу сейчас издавать. То есть мне хотелось бы возвращать к жизни какие-то книги малоизвестные, но достойные читательского внимания. Вот, наверное, так. Ну, либо какие-то редкие издательства. Издательство. Издание. Значит, из ближайших планов скажу, работаем над возможностью издать мемуары Милюкова. Кто помнит, такой видный деятель кадетской партии, один из руководителей, по сути, один из организаторов февральской революции, тот, кто тогда был русским белоленточником, ходил в британское посольство, получал деньги и инструкцию от тогдашних руководителей иностранных разведок. Ну, а что случилось, мы с вами все, собственно говоря, знаем. Они устроили февральскую революцию. Буквально через два месяца Милюков, который был министром иностранных дел, был отправлен в отставку. И дальше уже, вне зависимости от этих, может быть, отчасти даже наимных, белоленточников, начался процесс оттяжения нашего государства. Они оказались в эмиграции, где, в общем, Милюков написал весьма достойные мемуары, что, конечно, не меняет, например, моего отношения к Милюкову как к политическому делу. Да, уважение он меня, конечно, не вызывает, но мемуары его надо читать, потому что он там дает очень много интересной информации и ценность их заключается в том, что эти мемуары написаны там, Буденовым или Ворошиловым, да, а, собственно говоря, одним из деятелей февральской революции. В серии книг у нас он будет серый, я могу сказать, потому что выработали такой цвет обложки. Вы знаете, двухтомники вообще в книжном мире очень сложно издавать, да, это вам расскажет любой, кто занимается книгоизданием, поэтому, возможно, мы как-то постараемся сделать из этого один том. Кстати, на подходе еще вторая уже книга, раз уж начал говорить о планах, это дипломатическая переписка Сталина с Рузвельтом и Черчиллем. Здесь тоже двухтомник есть и стоит вопрос несколько подсократить объем и сейчас заключается договор с Министерством иностранных дел, с МИДом, да, потому что эти документы, вот, оказывается, на него права принадлежат МИДу, да, не товарищу Сталину или его наследникам, а вот МИДу. Поэтому мы с МИДом об этом разговариваем и тут уже буквально в завершении еще два слова, очень интересно. Мы связались с МИДом, я тоже разговаривал с абсолютно, конечно, вежливые, внимательные, воспитанные люди, дипломаты, сами понимаете, и спрашивают, вы собираетесь издавать по какому изданию? Я говорю, мне подарили мои читатели, действительно было на одной встрече, подошел человек и подарил двухтомник, по-моему, 54-го года или 55-го, ну, в общем, сразу после смерти Сталина. Они говорят, да, а вы знаете, возьмите лучше 89-й. Я говорю, а почему 89-й год лучше? Ну, вы знаете, он более полный. Я так подумал, подумал, не хочу брать 89-й. Вот, не знаю, как у вас, у меня доверие 56-й как-то больше называет, да, тогда вряд ли что-то такое еще успели вписать про кровавого Сталина, да, какие-то сфальсифицированные документы вбросить, поэтому мы будем исходить из издания более раннего в этом смысле. Ну, и вот сейчас, я надеюсь, договор будет заключен с Министерством национальных дел, и тогда передо мной станет вопрос просмотреть все эти документы, перечитать, и, ну, как-то немножко, что-то по-живому, да, сократить, чтобы получилась одна книга. Потому что двухтомник, я повторю, это очень, очень сложно. И здесь даже дело не в том, что там, я думаю, что вы, уважаемые читатели, не можете прочитать два тома. Конечно, можете, вопросов нет. Дело в том, что мы с вами общаемся посредством книготорговли. Ну, так устроен, да, этот мир. А книготорговли не любят двухтомники. И, то есть, мы можем оказаться в ситуации, когда книга выйдет, то магазины будут заказывать ее очень мало, потому что вот двухтомники они не любят продавать по вполне понятным причинам. Ну, вот, надо тоже к их мнению внимательно прислушиваться, потому что, мне кажется, лучше немножечко подсократить переписку, потому что там, конечно, не все крайне такие важные документы были немножечко такие менее важные. Лучше немножко подсократить, но для того, чтобы книга уже гарантированно попала в руки читателя.